Добрый день! В продолжении нашего разговора я собираюсь купить квартиру для отсутствия на первом этаже и вблизи дома пивных, шашлычных, кафе и ресторанов, кондитерских и тому подобных с навязчивыми запахами. Съемку квартиры изнутри, ракурс из всех имеющихся углов комнаты и кухни, фото прихожей и санузла. Десятое. Проверить квартиру и подъезд на отсутствие вони и плесени. Трезво оценивайте свои возможности, свои финансовые возможности. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. У меня в руках заявка на подбор квартиры на практически трех с половиной листах. Давайте я вам ее зачитаю и потом немножко разберем эту заявку. Сразу оговорюсь, я ни в коем случае не стебусь, не смеюсь, но смотрите все сами. Добрый день! В продолжении нашего разговора я собираюсь купить квартиру для, ну там неважно для кого, в Центральном округе Воронежа. Имелся в виду, скорее всего, Центральный район с целью постоянного проживания, не для сдачи в аренду. Вот это важно. Вот это хорошо, что человек указывает, для чего ему нужна квартира, какая у него цель покупки. Мы русские, мама на пенсии, ну там дальше пока не важно все это. Оплата наличными. В договоре купли-продажи укажем полную стоимость. Оформление через нотариуса. Ну, его право, да, человек так пожелал, захотел потратиться на нотариуса без проблем. Бюджет 1 600 000, 1 700 000, в зависимости от состояния квартиры. Квартира должна быть в жилом состоянии. При наличии в квартире очень хорошего капитального ремонта, паркет, новые стеклопакеты, медная электропроводка и новой кухни-ванны, верхняя граница может быть адекватно увеличена. Общая площадь не менее 33 квадратных метров. Ориентируемся приблизительно на 36 квадратных метров. Большая кухня и балкон приветствуются. Если найдете в пределах 2 миллионов, очень хорошую прямо в центре обсуждается со скрипом. Чужая мебель не интересует. Наши пожелания. А. Кирпичный или монолитный дом не выше 10 этажей. 20-этажные муравейники и новые районы со сверхплотной застройкой не рассматриваются. Брежневка вполне подойдет. Можно старый до- или послевоенный дом в центре, но не под снос или расселение. Или новый дом под чистовую отделку. По документам только квартира, апартаменты не рассматриваем. Б. Предпочтение. Центральный район, проспект Революции, Энгельса, Маркса, Чайковского, Никитинская, Березовая роща и близлежащие улицы. Церковь поблизости приветствуется. С. Желательно второй или третий этаж, максимум четвертый. Первый этаж исключаем. Если этаж последний, то только с двухскатной крыши, с чердаком после капремонта. Низкий второй этаж с решетками на окнах не годится. Верхние этажи в домах с лифтом не рассматриваем. Д. Наличие капитальных перегородок между соседними квартирами. Видно из плана квартиры БТИ. В старых домах и новых встречаются гипсо-деревянные перекрытия. Такая квартира не подходит. Е. Тихое место вдали от крупных торговых развлекательных центров, рынков, парковок, автотрасс типа Кольцовской, Плехановской или Степана Разина и железной дороги. Важно. Тишина в ночное время. Отсутствие вблизи дома дискотек, открытых летних кафе с музыкой, уличных зазывал с мегафонами и звуковой рекламой, крупных транспортных развязок типа привокзальной площади, автомоек, депо и т.п. Держимся подальше от железной дороги. Отсутствие на первом этаже и вблизи дома пивных, шашлычных, кафе и ресторанов, кондитерских и т.п. Чистый, незагаженный подъезд и двор без мусорных свалок, откровенные свинарники и клоповники, куда страшно входить, сразу исключаем. Спокойная криминогенная обстановка в подъезде и вблизи дома. Отсутствие по соседству этнических группировок и гастарбайтеров в резиновых квартирах. Приватизированные помещения в бывших общежитиях, ЗГТ на березовой роще и нежилом фонде сразу исключаем. Спокойные, адекватные, цивилизованные соседи сверху. Обратить на это особое внимание сбоку и снизу. Музыканты или дебоширы по соседству полностью исключены. По соседству с квартирой даже снизу не должно быть притонов, квартир на сутки, массажных, интим и тату салонов, стоматологии, медицинских учреждений и диспансеров. Приятный вид из окна. Пейзажи типа окно в окно, окно на помойку, окно в стену и окно в колодце, а также новомодно-депрессивный окно на высотный дом напротив, не рассматриваются. Светлая квартира большое преимущество. Чем больше окон и света, тем лучше. Квартиры в домах в аварийном нежилом состоянии, после пожара, глобального потопа, треснувшие с просевшим фундаментом, покрытые плесенью, заваливающиеся на бок или требующие незамедлительного капитального ремонта, замены пола или всей электропроводки, не рассматриваются. Наличие вблизи магазинов, детских садов, школ, поликлиник и тому подобное значение не имеет. Крупное строительство непосредственно по соседству от дома, квартиру не рассматриваем. Направленная прямо в окно антенна ретро-транслятора, сотовой связи или автозаправка ближе 200 метров, парковка фур под окнами, квартиру не рассматриваем. Приятный зеленый двор или сквер поблизости крайне приветствуются. Избегаем бывших притонов и борделей, куда по привычке будут приходить клиенты. Желательно наличие свободной парковки или выделенного парковочного места. Я буду часто приезжать. Прозрачная история квартиры и отсутствие потенциальных юридических проблем. Смотрите далее. Ну а далее еще страшнее. Первая. Покупка только непосредственно не по доверенности у одного собственника с его личным присутствием у нотариуса. Сделки по электронной подписи не рассматриваем. Срок владения квартирой не менее трех лет. Срок давности гражданских дел по недвижимости. Покупка квартиры у недееспособных лиц, алкоголики, наркоманы, сумасшедшие, несовершеннолетние и тому подобное, и явно криминальных персонажей не рассматриваются в принципе. Наличие юридического чистого документа, подтверждающего право собственности на квартиру, действующий паспорт у собственника. Права собственника должны подтверждаться сведениями из ЕГРН. Выписка из домовой книги с историей регистрации жильцов с момента ввода в строя многоквартирного дома. В выписке не должно быть прописанных временно выбывших, военнослужащие или заключенные. Если из квартиры ранее были выписаны несовершеннолетние дети, то необходима выписка из домовой книги по месту их новой постоянной прописки. Если дети прописаны в продаваемой квартире, то такую квартиру не рассматриваем. Несовершеннолетних собственников в истории квартиры избегаем в любом случае. Нотариально заверенное согласие второго супруга на продажу квартиры плюс свидетельство о расторжении брака, если брак был расторгнут после приобретения квартиры. Срок давности 3 года. Отсутствие в выписке из ЕГРН наложенных на квартиру обременений, залога, ипотеки и т.п. Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам из управляющей компании. Наличие технического паспорта жилого помещения, только узаконенная в БТИ перепланировка или плана из ЕГРН без перепланировки. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по имущественному налогу, чтобы налоговая не наложила арест. Справка из психонаркологического и наркологического диспансеров для собственника. Как видите, проверка документов и соблюдение наших пожеланий потребует от агентства реальной полевой работы на объектах. В качестве отчета о проделанной работе мы ожидаем увидеть полный фото или видео отчет из каждой проверенной квартиры. 1. Разборчивое фото планировки квартиры из парспорта, помещений или выписки ЕГРН. 2. Есть ли дом в ТСЖ, то выяснить сумму всех ежемесячных коммунальных платежей. 3. Фото дома снаружи, ракурсы как минимум с четырех углов. 4. Съемку квартиры изнутри, ракурс из всех имеющихся углов комнаты и кухни, фото прихожей и санузла. 5. Вид из всех окон и панораму с балкона, если есть. 6. Фото на все окна квартиры с улицы. 7. Фото лестничной клетки, включая этажом выше и ниже. 8. Вход в подъезд изнутри и снаружи. 9. Вид при выходе из подъезда во двор и фото двора. 10. Проверить квартиру и подъезд на отсутствие вони и плесенек и грибка. Кроме того, ваш представитель должен будет проверить наличие перечисленных в пункте 1.10 документов и выяснить у собственника возможности порядок получения всех без исключения недостающих справок. 10. Желательно просить соседей. 11. Также вам нужно четко разузнать, кто был прописан в квартире и куда он выбыл. 12. Это самый сложный момент, так как я уже сталкивался с прописанными покойниками, выписанными в никуда несовершеннолетними, заядлыми алкоголиками, долгами по ЖКХ и просто неадекватными людьми. 12. Чтобы вам не тратить время в пустую силы, предлагаю предварительно согласовывать начерно варианты для изучения. Например, я сразу отмету дома возле электроники или центрального рынка. Либо я могу сам искать варианты по интернету и предложить вам для проверки несколько адресов. 13. По оплате ваших услуг предлагаю так. Половину авансом, можно наличную карту Сбербанка, вторую половину после регистрации в ЕГРН. Я думаю, что именно так мы оба будем заинтересованы в успешном конечном результате. Сколько вариантов и за какую сумму вы согласитесь подготовить? По срокам желательно подписать договор купли-продажи не позднее конца лета этого года. Спешки не надо. Лучше найти хороший вариант. Вероятнее всего, эти же варианты будут доступны на Авито и других сайтах. Жду от вас разумный алгоритм расчета дополнительных премиальных, чтобы вам было выгодно сбивать цену у продавца. К сожалению, мое длительное пребывание в Воронеже сейчас затруднено, но я смогу в любое время подъехать на 2-3 дня на просмотр предварительно проверенных вами квартир. Можно 2-3 раза с интервалом в 2-3 недели. Затем я приеду в Воронеж на поезде. Так, мои пожелания и требования кажутся мне разумными. Если вас что-то смущает или с чем-то не согласны, опишите проблему, договоримся, я нацелив на результат. С уважением. Друзья, когда я первый раз прочитал эту заявку, знаете, есть такое выражение «смех сквозь слезы». То есть это такой, ну, насколько я это понимаю, это такой какой-то истерический смех. Вот у меня было что-то типа вот этого. Типа такого состояния у меня было. Как вы думаете, какая судьба ждет вот эту заявку? Вот эту заявку на трех с половиной листах. Возьмемся мы за такой подбор квартиры? Нет. Знаете, почему? Все просто. Такой квартиры в природе просто не существует. Ну, по крайней мере, в Воронеже. В Воронеже таких квартир нет. По этим пожеланиям, за эти деньги, их просто нет в природе. И, естественно, мне, покупателю, пришлось отказать. К чему я снял вот это видео? Ни в коем случае, чтобы не посмеяться вместе с вами. Это реальные пожелания реального человека. Ну, как пожелания нереальные, да? Но человек реальный. Под каждым нашим видео есть, ну, кто не знает, для тех, кто не знает, под каждым нашим видео есть анкета-заявка, которую можно заполнить. И наш специалист в самое ближайшее время с вами свяжется. Это заявка на поиск и подбор квартиры в Воронеже. В покупку. Про покупку сейчас говорим. Вот прежде чем вот такую заявку, анкету-заявку оформлять, пожалуйста, еще раз повторюсь, пожалуйста, реально оцените свои возможности. Оцените трезво свои возможности и финансовые, и насколько ваши финансовые возможности соответствуют вашим пожеланиям. Как уже сказал, вот такой квартиры, которую хочет купить вот этот покупатель, ее в природе просто нет. Первый раз он со мной связался несколько дней назад и пожаловался на то, что агентство недвижимости в Воронеже у нас, что он обращался во многие агентства недвижимости и получал какие-то неадекватные реакции в свою сторону. Я говорю, может быть, у вас пожелания по объекту недвижимости несколько завышены, да? Может быть, у вас просто нет денег на то, что вы хотите видеть. Я говорю, вы опишите мне, пожалуйста, свои пожелания, и я с вами свяжусь. Вот он мне описал, и вот утром поступила мне такая заявочка. В общем, друзья, еще раз и еще раз максимально трезво оценивайте свои возможности, свои финансовые возможности, чтобы они у вас все-таки совпадали, ваши финансовые возможности, с тем, что вы хотите купить. Вот такой квартиры в природе нет. Ну, в Воронеже ее нет. Может быть, где-то в другом городе, хотя тоже я очень сильно сомневаюсь. И я очень сильно сомневаюсь, что вот такая услуга по поиску квартиры должна стоить 30 тысяч рублей, как стоит она у нас в городе. Я очень сильно сомневаюсь. Тут, честно говоря, должны быть задействованы несколько человек при поиске вот такой квартиры, да, как я это вижу. Это и частный детектив, и риэлтор, и психолог, и... Да много кто. Вот реально много кто. Ну, явно не 30 тысяч рублей стоит вот такой подбор. Но, опять же, мы за такой подбор просто не возьмемся. Ну, смысл. Смысл обнадеживать покупателя, тратить свое время. Ну, такого объекта реально нет. Поэтому мне пришлось человеку отказать. Все, друзья, заполняйте анкету-заявку под этим видео, кому необходима помощь в покупке-продаже недвижимости в Воронеже. Наш специалист свяжется с вами в течение суток. Я пока здесь, пока на месте. Через буквально меньше, чем через пару недель я уйду в отпуск. Но я на связи. Я на связи, контакты все доступны. Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните в WhatsApp, Viber. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока. Фантазер, ты меня называла Фантазер, а мы с тобою не пора.